Музыка Привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд. Предлагаю приготовить сегодня со мной закусочный торт с морепродуктами. Он получается красивым, ярким, необыкновенным. Такой торт подойдет на любой праздничный стол, а также как вариант подарка для мужчин. Не оставит равнодушным никого. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые вкусные интересные рецепты. Берем слоеное дрожжевое тесто, раскатываем тонким пластом, примерно 2-3 миллиметра. Берем форму диаметром 18 сантиметров и вырезаем коржи. Из одного слоеного пласта у меня получается 2 коржа. Тесто перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем в уже разогретой духовке 10-15 минут. Коржи поднимаются и становятся румяными. Даем им остыть. Всего 5 коржей нам понадобится для сбора торта. Приготовим крем. Берем сливочный крем-сыр, добавляем сливки 33% и хорошо взбиваем миксером. Масса должна получиться однородной, мягкой. Подготовим начинку для торта. Берем оливки черные без косточек, нарезаем тонкими кружочками. Берем семгу слабосоленую. Отрезаем один пласт, оставляем для формирования розочки наверх торта. Остальное нарезаем мелким кубиком. Берем креветки макси, нарезаем мелко. Разрезаем лимон на две части и одну часть режем на четвертинки. Он также пойдет для формирования торта. Берем лайм, разрезаем на дольки. Цитрус очень хорошо сочетается с морепродуктами. Начинка готова. Займемся сборкой торта. Смазываем корж кремом. Кладем слой креветок. Сверху корж немного придавливаем. Снова крем. Слабосоленая семга распределяем равномерно по коржу. Сверху корж. Смазываем кремом. Черные оливки без косточек. Корж. Слегка придавливаем. Снова кремом. Красную икру. И смазываем весь торт крем с сыром. Смазываем слегка. Даем постоять в холодильнике минут 15-20. И затем уже обильно смазываем крем с сыром и выравниваем торт. Если вы не хотите перекладывать торт на пищевую пленку, покладите сразу под низ торта пищевую пленку и уже собирайте торт. Я торт буду перекладывать. Так как у нас закусочный торт с морским акцентом, будем имитировать морские водоросли. Низ торта покрываем морскими водорослями. И украшаем торт. Каждый ингредиент смазывайте слегка сыром, чтобы он хорошо держался, не отпадал. Украшаем крабовой клешней, оливками, черными без косточек, кусочком лимона, осьминогами маринованными, креветка макси, кучерявая петрушка, лайм, мидии маринованные. Украшайте торт на свою фантазию. Сверху еще немного кладем водорослей. Из семки формируем розочку и кладем морепродукты. Кальмары, мидии, креветки, лимон. Ставим торт в холодильник на 15-20 минут, чтобы наши продукты хорошо приклеились к торту. Займемся желе. Берем желатин, заливаем водой, перемешиваем и даем хорошо набухнуть желатину. Пока желатин набухает, из лимона выдавим сок. Нам понадобится 100 мл. Сок обязательно процедите через сито. Желатин набух. Распускаем его в микроволновке импульсами в 10 секунд, между интервалами помешивая. В миску вливаем воду, добавляем соль, лимонный сок. Хорошо перемешиваем, чтобы соль растворилась. Добавляем желатин. Перемешиваем. Берем торт. Я его переставила на пищевую пленку. Ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и тортом ставим ацетатную пленку. Расстояние между ними должно быть где-то сантиметр-полтора. Пищевую пленку поднимаем и прижимаем к кольцу. Низ кольца по кругу приклеиваем скотчем. Аккуратно вливаем между тортом и ацетатной пленкой желе. Наливаем сначала небольшое количество. Льем аккуратненько, чтобы не отклеились наши морепродукты. Убираем в холодильник на 15-20 минут, чтобы желе немного прихватилось. Затем наливаем остальное и желе уже не будет выливаться. Наливаем до уровня торта. Вверх тоже покрываем желе, чтобы морепродукты не обветривались. Оставляем в холодильник на 3-4 часа. Торт наш готов. Убираем пищевую пленку. Убираем кольцо. Снимаем ацетатную пленку. Она снимается быстро и удобно. Торт получается ярким, нарядным и вкусным. Сочетание ингредиентов вам понравится. Желе получается с кислинкой, нежный легкий крем-сыр и морепродукты. Это очень вкусное сочетание. Так как цитрус очень хорошо сочетается с морепродуктами. Торт получается сытным. Подойдет на любой праздничный стол. Также вы можете его использовать в качестве подарка. На столе он произведет необыкновенный фурор. Если вам понравился этот рецепт, пробуйте, экспериментируйте. Радуйте себя и своих близких. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные рецепты. И до новых встреч на моем канале. Готовьте с любовью, живите вкусно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok